Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой пятидневки. Правда, неделя-то обещает быть не совсем обычной, если не сказать иначе, что после Брэкзита нас ожидают безумной недельки, поскольку волатильность будет только усиливаться, и я думаю, что потребуется много времени, чтобы рынок пришел в себя и, соответственно, оправился от тех потрясений, с которыми столкнулся на заключительной торговой сессии прошлой недели. Что касается меня, я снова в строю. Большое спасибо за то, что лестно приняли моих коллег Илью Привалову и Александра Максимова, которые, как я и обещал, я стараюсь, собственно, держать свои слова, разумеется, и надеюсь, что они снабжали вас информацией в полном ключе, держали вас в курсе и позволили сохранить, тем самым, преемственность фундаментальной картины, то есть вы знаете, что происходит сейчас по регуляторам, в целом вы знаете, в принципе, какой статистике мы продолжаем придерживаться и какие цели продолжаем, собственно, обозначать по ключевым валютным тандемам. Сегодня мы с вами детально поговорим про Brexit, поскольку это событие уже накрестили очередным черным лебедем. Я думаю, что если сравнить даже с решением Национального банка Швейцарии, который больше года назад отменил привязку минимальную по паре евросвиси на отметке 1,2, то, судя по динамике фунта, может быть, у нас уже есть событие более превосходящего характера, поскольку, если посмотреть даже на текущие котировки пары фунт-доллар, то с отметки 1,50 с небольшим, даже 1,5020 хай, собственно, торговой сессии пятницы, мы видели тот рубеж, которого коснулась пара фунт-доллар на текущий момент, это 1,3228 и, в принципе, претендует на то, чтобы закопиться еще ниже. То есть, если говорить в целом, это практически 1800 пунктов. Возможно, долгосрочно то, что произошло с фунтом, это только начало, дальше мы увидим еще более серьезное снижение. Ну, обо всем давайте, как и всегда, поговорим подробнее и чуть более конкретнее. Напоминаю то, что сегодня в 16.30 состоится традиционный вебинар «Правильный понедельник», я буду там в качестве ведущего, мы пробежимся по основным событиям прошедшей недели, ну, конечно же, сделаем большой акцент на Брекзит, но помимо Брекзита были, собственно, еще и другие события, в частности, конференции Драги и Джанет Хеллен, которые нужно иметь в виду и на которых мы также остановимся и, собственно, сможем с вами совместно определить, что же стоит ожидать по наиболее популярным валютным парам. Начнем, давайте, сегодня традиционно с динамики черного золота бренда, в принципе, клосса прошлой торговой сессии 49.03, сейчас актив торгуется на отметке 48.98. Мы видим то, что бренд все-таки не удержался на отметке 50 долларов за баррель, это понятно, потому что дело дошло все-таки до вот этого радикального сценария, который был связан с выходом Англии из состава Европейского интеграционного союза. Напомню, что до официальной позиции избирателей, до подведения итогов народного волеизъявления на рынке присутствовало предположение, что если все-таки Англия сохранит свое членство в рамках ЕС, то с рынка будут полностью убраны факторы потенциально серьезной нестабильности и это окажет поддержку рисковым инструментам и, соответственно, может настроить трейдеров на оптимистичный лад по темпам экономического роста мировой экономики в целом. Но сейчас мы говорим уже постфактум того, что дело дошло все-таки до худшего из самых возможных сценариев, до радикального сценария. Европейский союз начал разваливаться и первая ласточка выступила как раз Англия. И если мы обратим внимание на позицию даже не представителей монетарных властей, не правительств, а бизнеса, очень много конференций состоялось на выходных. Безусловно, сейчас все обсуждают, каким образом можно снизить вот эту нестабильность и повлиять на экономическую ситуацию, как не допустить разрастания неопределенности и как бы взять ситуацию под контроль. И весь немецкий бизнес, немецкие промышленники, то есть за которыми стоит весь сектор производства, который, собственно, и создает основной прирост по темпам экономического роста не только для экономики Германии, но и для еврозоны, говорят о том, что в ближайшие пару лет нужно готовиться к серьезному спаду в промышленности и, соответственно, это должно сказаться на экономическом росте. Если мы говорим про спад промышленности, то Германия, это лишь один из регионов, точно такие же последствия могут, не могут, а, скорее всего, станут реальностью для буквально всех европейских экономик. И вслед за еврозоной по цепной реакции также подхватят и другие регионы. Это, скажем, фактор слабости и тоже будут, к сожалению, показывать не самые лучшие индикаторы, показатели по, соответственно, состоянию промышленного сектора. Если мы делаем ставку на слабость промышленности, значит, мы просто обязаны говорить о том, что отспрос на энергоресурсы снизится. И то, что Brent по итогам торговой сессии пятницы показал серьезное ослабление, это как раз является следствием того, что появление на рынке еще одного серьезного фактора риска, нестабильности для мировой экономики и потенциального снижения показателей промышленного производства, у нас есть еще один фундамент, базис указывающий на то, что спрос на энергоресурсы будет только снижаться. Второй момент – это то, что обсуждали, собственно, трейдеры до того, как все переключились на Brexit, что касается рынка энергоресурсов. Это, конечно же, прекращение огня в Нигерии. Вы помните, что буквально несколько недель подряд, даже несколько месяцев подряд, мы с вами делали ставку на Нигерию, точнее, ожидали то, что были столкновения там рано или поздно прекратятся, и это снова позволит запустить производство, вернуть Нигерию к прежним показателям выработки и разогнать планку выработки больше, чем до полутора миллионов баррелей в сутки. Напомню то, что из-за этих столкновений производство снизилось с 1,7 практически до 1 миллиона баррелей в сутки. Это серьезное, конечно же, снижение, и вот эта тенденция, она долгое время поддерживала позиции черного золота, поскольку предложение реально снижалось. Сейчас мы должны быть реалистами и понимать то, что рано или поздно это должно было случиться, это случилось, и у нас есть еще один серьезный игрок, который будет только увеличивать производство. Возвращаясь к прежним объемам. Новая статистика по Саудовской Аравии, по объемам производства, которая выросла с отметки 10-22 миллиона баррелей в сутки до 10-27. Иран уже вышел также на планку в 4 миллиона баррелей в сутки. Поэтому, резюмируя все уже сказанное, у нас есть факторы снижения спроса, и есть еще один сигнал со стороны ближневосточного картеля о том, что предложение будет увеличиваться. Скоро мы с вами переключимся также уже на новую статистику по итогам июня по общему объему производства в рамках ОПЕК, и я думаю, что там будет планка гораздо выше 33 миллионов баррелей в сутки. Соответственно, коррекционная идея, предполагающая то, что Brent после проторговки, да, она затянулась выше 50 долларов за баррель, но у нас есть поводы, указывающие на то, что этому активу нужно быть слабее. А значит, ближайшие цели по Brent с текущих уровней 49 долларов за баррель я предлагаю придерживаться отметки 47. Если доберемся до туда, будем уже обозначать возможность тестирования поддержки на уровне 45 долларов за баррель. Теперь предлагаю несколько детально остановиться на Брэкзите. Я думаю, что кто-то, кто внимательно отслеживал это новостное событие и кого оно интересует, посмотрели видео выпуска, который вышел на этих выходных, я постарался актуальную информацию донести по поводу Брэкзита, тех, кто пропустил, а в двух словах сейчас расскажу. Брэкзит – выход Англии в составу Европейского интеграционного союза. Сейчас без привлечений. Это главная тема рынка. Мы сегодня будем следить еще и за конференцией Драги. В ходе этой недели будем еще ориентироваться на статистику. Но нужно понимать, что Брэкзит – это та идея, которая сейчас завладела умами буквально всех трейдеров. И именно от нее, от последствий этого события, будут отталкиваться все. Волатильность, которая была следствием выхода Англии из состава ЕС, проявила себя во всех России. И вы это прекрасно видели. Буквально все валютные активы показали безумную волатильность. До этого настраивались на то, что рынок вынужден будет оказаться в периоде нестабильности. Но на самом деле мы видели, как этот период нестабильности проявил себя в лучшем свете с точки зрения, опять же, повышенной динамики и оказался крайне нервозным. Как только поступили первые данные о том, что число сторонников выхода из ЕС лидирует по сравнению с теми, кто считает, что Англии нужно остаться в рамках ЕС. Мы тут же увидели спрос. Это на азиатской торговой сессии пятницы. На защитные активы, поэтому очень неплохо укрепились иена, франк, американские облигации и драгметаллы. В целом, очень хорошую повышательную динамику показало золото. Это для тех трейдеров, которые торгуют драгоценными металлами. Они, я уверен, фокусировались на это событие, следили за ним и смогли использовать этот фундамент. А вот рисковые инструменты оказались в числе аутсайдеров. Помимо прочих рисковых активов, особую ставку нужно было сделать, конечно же, на фунт. Мы с вами руководствовались весьма консервативной целью. Но особенно, учитывая текущее значение, в частности, актуальные котировки 1.34, у нас была цель куда более скромнее 1.40. И мы с вами верили, что какой бы сценарий не стал действительностью на рынке, мы сможем добраться до этой поддержки. Поэтому я призывался к тому, чтобы ни в коем случае не рассматривать возможность длинных сделок даже тогда, когда, по идее, были созданы для этого все условия. И я знаю, даже по комментариям к нашим видеобрифингам, очень многие даже пытались переубедить, в том числе и меня, настроиться на повышательный лад в отношении британской валюты. Но постфактум мы уже видим то, что та фундаментальная картина, которую мы анализировали, те выводы, которые мы сделали по состоянию национальной экономики Англии, и те, скажем, факторы, которыми стали руководствоваться по факту приближающегося риска выхода Англии из РЕС, это все в целом не позволило лично мне рекомендовать вам длинные сделки по паре фунт-доллар. И я настоятельно рекомендовал и, напротив, делал даже ставку на то, что нужно все-таки распродавать этот актив. Надеюсь, что вы смогли добраться не просто до уровня 1.40, может быть, даже вовремя подтянули тейп-профиты и смогли получить больший потенциал вот этого снижения, точнее, использовать и, соответственно, вывести свои депозиты на очень хорошие показатели по прибыли. Brexit стал следствием, опять же, тех, возможно, настроений, которые были навязаны компанией, связанной с тем, что Англии нужно развиваться по пути самостоятельного государства. Вы помните, что когда мы следили за общественным настроением, опросами разных агентств за последний месяц, буквально даже два месяца в рамках мая и июня, то есть до 23 июня, у нас было несколько вроде бы как официальных данных, которые указывали в пользу того, что либо число сторонников выхода из ЕС лидирует, либо число тех, кто считает, что Англии нужно все-таки оставаться в составе этого Европейского интеграционного союза. Поэтому мы увидели эти качели, очень надеюсь, что они не смогли переубедить вас в том, что нужно поддерживаться коррекционного посыла. А вот что касается пятницы, опять же, мы следили, разумеется, за общественным, за итогами голосования, за тем, как отчитывались избирательные участки, видели, как перевес все-таки стал более очевидным в отношении в сторону тех, кто сделал ставку на выход Англии из состава ЕС. И по мере того, как отчитывались избирательные участки, буквально к 8.00 по московскому времени в пятницу, у нас стало уже совершенно ясно, то, что количество тех, кто выступает за выход из ЕС, превышает сторонников сохранения членства больше, чем на 1 миллион. За выход проголосовало больше 17 миллионов человек. Напомню, что вероятность подобного исхода была меньше 1%. И, конечно же, неудивительно то, что рынок так отреагировал на то, что был реализован сценарий, который никто не допускал. Поэтому и влатильность с этим была соответствующей. После выхода Англии из состава ЕС совершенно очевидно то, что европейская мечта уже не состоялась. И вслед за Англией могут последовать и другие регионы. Хотя, помимо вот этого распада, мы можем наблюдать еще и воссоединение. Точнее, это неправильное слово. Скажем, такой синтез регионов. К примеру, за то, чтобы Англия осталась в составе ЕС, буквально в подавляющем большинстве проголосовали Шотландия и Северная Ирландия. И вот на текущий момент Северная Ирландия уже задумывается о том, чтобы провести референдум по выходу из Англии и включению их в состав Европейского Союза. Это не единичная тема. Мы таких увидим еще множество. И каждая из подобных тем будет дополнять, скажем, риски на финансовых площадках, увеличивать неопределенность. И для нас это на самом деле хорошо. Потому что, как только растет неопределенность, трейдеры не знают, что делать, гадают, понимают то, что ситуация крайне нестабильная. Это провоцирует серьезную волатильность. И за волатильностью как раз и кроются неплохие возможности по извлечению прибыли. Сейчас мы уже говорим постфактум. То, что такой бракоразводный процесс Англии и ЕС уже начался. Это будет очень нудная тема. Длительный период мы будем наблюдать условия расставания. И на протяжении всего этого периода мы в целом должны позиционно делать ставку на то, что давление на фунт сохранится. Собственно, так же, как и на европейскую валюту. И очень важно то, что после того, как стало ясно и уже очевидно, что Англия не член Европейского Союза, трейдеры уже предлагают переключаться на новые темы, которые и новостные события, которые ранее рассматривались как практически невероятные. В частности, если вы обратили внимание на тот брифинг, который вышел на этих выходных, и посмотрели его, в качестве одного из подобных событий сейчас допускается возможность победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Вернемся к британской валюте. Как можно торговать фунтом сейчас? Я в целом призываю вас к тому, что если вы не хотите, скажем, нервничать по факту безумной волатильности, которая будет проявлена во всей красе именно в динамике фунта, лучше сейчас подержаться вне, собственно, этого валютного актива. Если все-таки хочется поторговать, руки чешутся, и хочется же получить эту спекулятивную прибыль, которая имеет место быть и может, собственно, привести к хорошему доходу практически каждую минуту, даже сегодняшняя торговая сессия азиатская, мы видели, во-первых, открытие с ГЭПом, да и уже практически диапазон хода больше одной фигуры. Я хочу предложить вам идею посредством использования отложенного ордера, и она связана с тем, что можно попробовать в расчете на то, что рынок попробует отскочить от локальных экстремов, купить фунта даже вопреки того фона, который сейчас сигнализирует о том, что этот актив нужно распродавать. Бай-стоп 1.3510, стоп-лосс можно поставить на отметке 1.34. Если спустя этой неделе мы поймем то, что фунт остается под серьезным давлением, фунт окажется ниже отметки 1.3150, 1.31, и умудрится претендовать на тестирование поддержки 1.30, тогда мы переключимся на то, что в целом этот актив можно будет и дальше распродавать. Отмечу также, что идею потенциально выгодной покупки фунта сейчас поддерживает не только возможность локального отскока по факту серьезных распродаж, но еще и ожидание того, что серьезное ослабление британской валюты может наконец-таки разрешить одну из проблем для Англии, это проблема низкой инфляции. То есть девальвация валюты провоцирует рост инфляционного давления. И если спустя какое-то время мы осознаем то, что есть риски того, что инфляция не просто достигнет даже своего целевого значения, 2%, а может оказаться еще выше, тогда будет логично и разумно переключаться на возможности трейдинга и действий, связанных с тем, что Банк Англии может повысить процентную ставку. Повышение ставки это позитивный фактор, соответственно, для британского валютного актива. Вот этими факторами сейчас и можно руководствоваться, чтобы оправдать выгодность покупки британца против доллара. Но если вы используете какие-то кросс-курсы, я думаю, что суть и дело здесь не меняет. У фунта есть какосрочный потенциал извлечения, опять же, выгоды через рост. И отложенный ордер buy-stop с отметкой 1.3510, он может поспособствовать реализации этого потенциально неплохого, обычного потенциала. Простите за эту автологию. Что касается других валютных активов. Доллар японская, иена. Собственно, здесь динамика также говорила сама за себя. Мы добрались до того уровня, до которого вроде бы как, даже по обещаниям банка Японии не должны были добраться. Видели тестирование поддержки на отметке 100 иен за доллар. Это было уже, конечно же, слишком. И как только эта поддержка подверглась тестированию, потом мы, собственно, увидели, как трейдеры тут же начали с этих уровней активно поднимать пару и взвинтили ее повыше. Актуальные активировки 101.64, но волатильность даже также на сегодняшней азиатской торговой сессии указывает на то, что доллар японская, иена, может показать ход в 200-300, может быть, даже еще больше пунктов, даже в рамках одной торговой сессии. Говоря про доллар японскую, иену, здесь я призываю вас рассмотреть возможность занятия длинных сделок. И на самом деле до отметки 100 иен за доллар, вот текущие уровни, они крайне выгодны для, опять же, покупки американца против японского валютного актива, даже с текущих значений. Потому что мы помним, в ходе последнего заседания Банка Японии, японское монетарное руководство дало понять, что если дойдет дело до Брейзит, они рассмотрят возможность проведения валютных интервенций. Очень странно, что валютные интервенции еще не были проведены в том, опять же, ключи и объеме, в котором были обещаны. Но я думаю, что еще не вечер. Если доллар японской, иена будет претендовать снова на пробитие поддержки 100 иен за доллар, тогда Банк Японии может все-таки вмешаться в игру, и уже постфактум, после того, как рынок практически полностью отреагировал, оторговал события, связанные с Брейзитом, проявить все-таки решительность и запустить вот этот механизм валютных интервенций, интервентного вмешательства. Помимо этого, мы знаем то, что в ходе июльского заседания Банк Японии может снизить процентную ставку с текущих уровней минус 0,1% до минус 0,3%, и рассмотреть возможность расширения программы количественного смягчения с 80 до 100 триллионов иен в год. В июне они воздержались от этого, собственно, так же, как и ФРС, поскольку решили дождаться конечных итогов, результатов по Брейзиту, и сейчас уже худший сценарий реализован, а значит, есть основания для Банка Японии действовать. Поэтому доллар и японская иена выступают очень интересным валютным активом, связанным с тем, что нужно занимать длины сделки. И не забывайте о том, что американская экономика буквально живет сейчас с темой повышения процентных ставок, но после Брейзита, конечно же, вероятность того, что ФРС США все-таки пойдет на это решение в ходе июньских, точнее, летних месяцев, либо до конца этого года, стала куда ниже, но мы продолжим спекулировать на этой теме, тем более, что мы помним, что в начале прошлой недели, в ходе выступления Джанет Йеллен, ясно дала понять, что ФРС по-прежнему готов к, соответственно, повышению процентных ставок, и Джанет Йеллен так и отметила, что второй квартал будет куда лучше первого, а то, что мы первый квартал видели на таких слабых уровнях, так это исключительно вследствие сезонных факторов. Джанет Йеллен поверила в сильную статистику, я думаю, что тогда в эту самую сильную статистику нужно поверить и нам. Ждать, когда неопределенности утихнет, когда риски для нестабильности финансового сектора, в глобальном смысле, снизятся, и после этого мы снова переключимся на тему, идею, связанную с повышением как о срочных процентных ставок в рамках американской экономики. Но в любом случае сейчас даже одного фона японского происхождения более чем предостаточно, чтобы делать ставку на покупки американца против иены. Другие валютные пары. Евро против доллара. Актуальные котировки 1,1035. Наша цель была 1,10, и мы наконец-таки до нее добрались. Долго мы к ней шли, ориентировались на инфляцию, даже не допуская то, что дело может дойти до Брэзита. Но хорошо, что помог нам Брэзит, собственно, чтобы мы пробили эту самую поддержку. Несмотря на то, что сейчас созданы все условия для сохранения коллекционного настроя по паре евро-доллар, с целью даже 1,05, я хочу предложить вам и по европейской валюте рассмотреть возможность длинных сделок. Консервативным стоп-лоссом можно воспользоваться на отметке 1,0950, но покупать с текущих уровней. Если доберемся до 1,0950, тогда выйдем, ладно, из этой сделки, пусть ордер закроется по стоп-лоссу, и после этого переключимся исключительно на медвежий посыл, с целью, который сейчас позиционируется многими инвестиционными банками. Но пока я считаю то, что после того ралли, которая состоялась, мы не должны отказываться от потенциала получения и краткосочных выгод, связанных с занятием длинных сделок. Цель по евро-доллару 1,12. Из других валютных пар, австралиец против американца 0,7411. Не можем мы никак добраться до нашей цели 0,70, но я думаю, что это вопрос также ближайшего времени, потому что даже исходя из прошлой недели, стало ясно то, что резервный банк Австралии сомневается, что же сейчас лучше сделать, следить дальше за инфляцией, либо, соответственно, уже снизить процентную ставку. Ну, совершенно очевидно то, что индекс потребительских цен продолжает оставаться под давлением, и после последнего показателя 1,5 майского по индексу потребительских цен и уровню инфляции, я думаю, что в ходе следующего месяца мы увидим сползание этого индикатора до отметки 1,3. И если эта статистика подтвердится реальной цифрой, тогда резервный банк Австралии будет вынужден также вмешаться в ситуацию и поддержать национальных производителей, собственно, ослабить курс национальной валюты через снижение процентной ставки. Цель 0,70. USDC, актуальные котировки 0,9737. Напомню, что после того, как по факту народного вольт-заявления стало ясно то, что большинство проголосовало лазовых танков из Европейского Союза, очень большие деньги пошли в расположение защиты, к которой традиционно относится и швейцарская валюта. Укрепление франка заставило действовать Национальный банк Швейцарии, которые провели колоссальную валютную интервенцию, тем самым поспособствовали и спровоцировали неплохое условие основания для ослабления национального валютного актива. И мы видели очень быстро, как пара преодолела сопротивление 0,95 и добралась до локального хая, который был выше 0,97. Сейчас котировки 0,9737. И я думаю, что даже без лишних слов понятно, то, что пара заряжена на дальнейший рост и возвращение в район паритетного значения. USDCAT также добрался до нашей цели. У нас был ориентир 1,30. Мы быстро преодолели его. Сейчас актуальные котировки 1,3042. И я предлагаю вам ставить на еще больший рост. 1,32. Причины. Это потенциальная слабость нефти, о которой мы уже поговорили. Это общее непринятие в целом риска из-за того реализованного сценария с Брекзитом. То есть снижение цен на товарное сырье приводит еще и к снижению, собственно, котировок товарно-зависимых валютных активов. Канадский актив и валюта, соответственно, в их числе, если даже сказать, не на передовой. Собственно, то, что пара USDCAT может добраться до отметки 1,32, об этом еще свидетельствует и потенциальный рост доллара, который уже неплохо показал себя в рамках заключительной торговой сессии прошлой недели. Ну, против сырьевых валют он уж точно неплохо набрал высоту. Я думаю, что это только начало. Поэтому цель 1,32. Давайте от нее сейчас не будем отказываться и уж точно пока не оставим на возможную девальвацию канадца против... Точнее, на возможное ослабление американца против канадца. Новозеландская валюта против доллара. Актуальные котировки 0,7071. Здесь похожая корреляционная связь с динамикой австралийца. Но мы уже придерживаемся корреляционного посыла по Австралии. Значит, и по новозеландскому доллару также все без изменений. Ждем все-таки уровень 0,65. И я надеюсь, что в ближайшие пару недель у нас картина уж точно станет ясной. Мы поймем, как же все-таки торговать и этими рисковыми инструментами по факту случившегося Брэзита. Из важных событий сегодняшнего дня стоит обратить внимание на выступление председателя Европейского центрального банка Марио Драги. Оно состоится в 20.30 по московскому времени. Ключевая тема – это что же может предпринять ЕЦБ, чтобы снизить давление на финансовую систему по факту состоявшегося выхода Англии из состава Европейского союза. Подобных брифингов и встреч, конференций мы увидим в ближайшее время очень много, потому что сейчас все заинтересованы в том, чтобы снизить турбулентность на финансовых площадках и, соответственно, успокоить трейдеров. Но справедливости ради отметим то, что за этой турбулентностью, как я уже констатировал в начале этого брифинга, кроется серьезная волатильность, а волатильность открывает дорогу для хороших заработков. Сегодня кодовое слово «Brexit» – величина бонуса 16%. Действует он до следующего выпуска брифинга, который состоится завтра в 9.30 по московскому времени. Не забывайте подписываться на наш канал на Ютюбе, оставлять большие пальцы, то есть лайки, оставлять комментарии и задавать любые вопросы, которые вас интересуют. Я очень надеюсь, что сейчас вот этот канал коммуникации будет весьма востребовано, потому что, уверен, вопросов очень много, потому что мы столкнулись с очередным проявлением черного лебедя, который, по моему субъективному мнению, превосходит даже решение Национального банка Швейцарии по отмене минимальной привязки 1.2, которая действовала с 2011 года. Собственно, на этом все. Большое вам спасибо за внимание. Увидимся сегодня на вебинаре, который состоится в 16.30 по московскому времени. Ну а те, кто не сможет присутствовать на нем, запись будет доступна уже завтра с утра, ну или встретимся на брифинге в 9.30 по московскому времени. Всего доброго, до свидания.